Природа щедро дарила Славянский район. Здесь есть плодородные пашни, реки и лиманы. А районные недра богаты нефтью и газом. Для того, чтобы земля поделилась своими богатствами с людьми, нужен огромный труд. И нефтяники не жалеют своих сил, чтобы обеспечить черным и голубым золотом кубанскую экономику. Но это не все их достижения. Подробности в нашем репортаже. Нефтяники внесли очень весомый вклад в становление и развитие нашего города. Одновременно с разработкой Анастасиевско-Троицкого месторождения в 50-е годы 20 века в станице Славянской был построен городок нефтяников, где не только жилые дома, но и школа, столовая, спортзал. Словом, все, что нужно для достойной жизни. С тех пор прошло много лет, и нефтяники все время продолжали и продолжают развивать городскую инфраструктуру. Для того, чтобы молодые славянцы помнили славные имена и этапы развития отрасли, был создан сквер нефтяников на пересечении улиц Ленина и Адельской. И даже затяжной дождь не смог помешать торжественному открытию сквера, в котором приняли участие ветераны и работники отрасли, родственники увековеченных здесь нефтяников, представители местных властей и общественности. Построили этот сквер и назвали его сквер нефтяников, для того, чтобы потомки видели, знали и помнили, кому обязаны, и прекрасному городу, и тому, что в этот период было развитие Анастасиевского-Троицкого месторождения, которое самое крупное в Краснодарском крае и уникальное по своему строению в России. Глава Славянского района поблагодарил нефтяников за созидательный труд и серьезный вклад в благополучие города и района. Начали строиться новые объекты, начали появляться детские сады, спортивные залы, столовая, как было сказано. И с этого времени, вы видите, сегодня уже благоустроенный, комфортный, развитый город. Для этого нужно было поработать, потрудиться. И, наверное, этот сквер – это сохранение истории, это сохранение памяти тех трудовых династий, тех тружеников, ветеранов отрасли, которые трудились на благо развития нашего города. Не один десяток лет добросовестно отработали труженики нефтегазовой отрасли. И вот имена лучших из лучших увековечены. Да, сегодня здесь южных главных руководителей, которые вели за собой коллективы, которые достигали цели, которые поставило государство. Но также есть и списки тех простых людей, которые и сегодня продолжают трудиться и работали. Что можно сказать? Большая им честь и хвала. Много добрых слов в адрес нефтяников прозвучало в этот день. И вот, наконец, самый торжественный момент – перерезание красной ленты. Взгляду всех собравшихся были открыты и четыре бюста известных нефтяников. Героя социалистического труда, заместителя начальника управления «Приазохнефть» Александра Яковлевича Поддубного, руководителей управления «Приазохнефть» Валентина Дмитриевича Конева и Михаила Алексеевича Романова, начальника автотранспортной конторы управления «Приазохнефть» Ильи Гавриловича Штомпеля. Живые цветы были возложены к подножию памятников. Они были первыми, кто начал и нефтедобычу, кто начал строить, осваивать месторожения и кто начал строить город. Среди них герой социалистического труда, всего-навсего, начальник участка. Эти люди для города значимы. Эти люди – это часть моей жизни. И я, поскольку у меня была такая возможность, я счел необходимым именно в этом месте сделать этот сквер, поставить эту фонтанную арматуру с нефтяной скважиной, чтобы она символизирует, что это был центр нефтедобычи Кубани. Инициатор проекта, выделивший средства на создание сквера, предприятие КНГК «Групп». Построен он совместно с администрацией Славянского района. Я хочу сказать большое-большое спасибо Алексею Алексеевичу и его команде, которая украсила это замечательное место. Именно с этого места, как было сказано, это первая улица нефтяников получила нефтяная отрасль развития. Мы украсили это место, и сегодня потомки, сегодня дети рядом в спортивная школа будут заходить, смотреть. Открытие сквера нефтяников, этого замечательного памятника самоотверженному и творческому труду стало в Славянске-на-Кубани, пожалуй, одним из самых ярких событий уходящего года. Наш город приобрел еще одну важную достопримечательность. Андрей Вишневский, Игорь Ванчуков, программа «События». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова